Ну, да, я не знаю, у вас и пиво есть, готовы ли вы к тест-driven development, но тем не менее. Ну, хорошо, погнали. Значит, первая мысль, тут всего будет четыре мысли. Первая мысль, как мне кажется, частое заблуждение у программистов заключается в том, что они считают, что тесты, я думаю, вы все знаете, что такое тесты, автоматизированные тесты являются дополнением к программному коду. И такой распространенный взгляд, я часто слышу отговорки о том, что у нас нет тестов. Вообще, у кого есть тесты, как регулярный процесс в разработке кода? Ну, больше половины, да. А я часто встречаю ситуацию, когда мне программисты говорят, что у нас нет тестов в компании по каким-то причинам. У нас нет бюджета, у нас нет времени, у нас нет желания заказчика, у нас нет чего-то, у них нет, и поэтому у них нет тестов. На мой взгляд, это заблуждение, оно заключается в том, это заблуждение, что люди видят это как две самостоятельные единицы, тест и код. Моя мысль в том, что это должно быть единое целое, потому что тесты это, я на выступлении тут Next приводил такой пример, есть такая штука, как safety net, то есть сетка безопасности. Когда монтеры монтируют высоковольтный кабель, они протягивают под собой сетку безопасности, в которую если что-то упадет, то оно не упадет на голову тем, кто там ходит, а упадет в эту сетку. Или, например, гимнасты тренируются выполнять какие-то трюки, и под ними протянута внизу сетка безопасности. Они крутят сальто, не боясь, что они упадут. Вот юнит-тесты или автоматизированные тесты, неважно, это такая же точная сетка безопасности. Невозможно сказать, что мы крутим сальто, и у нас нет сетки, потому что у нас нет бюджета. То есть это было бы странно, если бы гимнасты говорили, да, но у нас пока сетки нет, потому что нет времени ее натянуть, поэтому мы без нее тренируемся. Вот то же самое я представляю программистов, которые без тестов пишут, вот без тестов, на мой взгляд, будет просто медленнее, а не быстрее. Без сетки тоже можно научиться крутить сальто, и тоже можно починить провод, но при этом мы будем постоянно бояться уронить инструменты, они будут постоянно падать, мы будем за ними спускаться, их поднимать. То есть тесты и коды – это должно быть что-то единое. Такая у меня мысль, вот первое, с чем часто люди не согласны. И почему люди не пишут тесты, я знаю только одну главную причину, они просто не умеют. То есть написание тестов вместе с кодом, нужно уметь этим пользоваться. Еще одну аналогию приведу. Можно писать Java код или какой-то еще код в текстовом редакторе, а можно пользоваться ID, ну то есть IDE этим каким-то, который этот процесс упрощает и делает его лучше. В текстовом редакторе все умеют, в IDE нужно немножко поучиться, немножко разобраться, немножко понять, как этим пользоваться. Можно сказать, у меня нет времени разбираться с IDE, поэтому я пишу в текстовом редакторе. Но это неправильная логика, потому что разобравшись, как этим пользоваться, код будет писаться быстрее. То же самое с тестами. Такой первый тезис. Вторая мысль про TDD. TDD все знают, что такое, да? Test-driven development. То есть сначала мы пишем тест. Первую мысль забыли, оставили, она вот самостоятельная. Теперь мысль вторая. Test-driven development. Это сначала мы пишем тест, потом мы пишем код. На этот счет существует две мысли. Я вот покажу сейчас два слайда. Вот первый слайд. Первая мысль, знаете такого девелопера, да? Да. Много людей его знает? Это автор Ruby on Rails. Да, автор Ruby on Rails. Да, вот он считает, что test-driven development, я попытался на русский перевести, примерно его текст. Думаю, так правильно я мысль передал. То есть он прям категорически против test-driven development. Он вообще против, по-моему, вообще тестов как таковых, автоматизированного тестирования. Как мне кажется, после прочтения его статей. Может быть, я немножко ошибаюсь. Но против TDD он категорически против, считая, что это вредно. То есть глупо сначала или неправильно сначала написать тест, а потом писать код. Надо сразу брать и писать код. А тесты, может быть, вообще не писать, либо писать потом. Это одна мысль. Есть вторая мысль. Тоже знаете, кто это, да? Боб Мартин, Клин Код, наверное, читали книжку. Он считает совершенно наоборот. Есть диаметрально противоположное мнение. Считает, что test-driven development – это правильно. То есть сначала нужно писать тесты, потом нужно писать код. Какое мое мнение? Я считаю, что… Я там не помню, какой следующий слайд. Да. Моя мысль в том, что TDD – это правильно, но должно применяться только на этапе, когда проект уже перешел стадию экспериментального прототипирования, скажем так. То есть я для себя даже нарисовал такую картинку, которую я вам сейчас покажу, в которой, как мне кажется, как я это считаю, правильно применение TDD – это когда сначала у нас еще пока ничего нет, и мы пишем только код, набрасываем. Потом у нас возникают баги, ошибки и проблемы, и мы начинаем в ответ на них писать тесты плюс код, тесты плюс код. То есть я разбил TDD для себя, как я это вижу, в своих проектах. И я это проверил экспериментально на последних четырех лет работы. Там есть инструмент, который я сделал для этого, я вам в двух словах расскажу сейчас, как он работает, который действительно подтверждает ту гипотезу, которую я вам сейчас покажу. Гипотеза в том, что когда у нас кода еще вообще никакого нет, и мы не знаем, нет вообще белый лист, то мы не можем писать тесты, потому что это действительно глупо. Это действительно мы будем терять время, и невозможно натягивать сетку везде. Невозможно тянуть ее по всей плоскости, предвидеть возможности, где будут кратиться эти сальто, где люди будут экспериментировать. Мы не можем сделать эту сетку огромной. Поэтому сначала мы пытаемся первый раз это сальто покрутить. Мы пытаемся заимплементить первый какой-то кусок кода. Потом мы видим, потом это все в какой-то имплементации выбрасываем вживую в продакшн, смотрим, может не в продакшн, но на какую-то тестовую платформу, смотрим на результат, потом к нам приходит фидбэк, и мы начинаем работать по такой модели. Значит, схема эта выглядит так на картинке. Сначала я пишу код, еще раз повторю то, что я сказал. Сначала я пишу код, который должен заработать на моей машине без всяких тестов. Так у меня работает. То есть сначала никакого TDD, он невозможен, я согласен с первым мнением, невозможно писать тест first, если у тебя нет еще кода. Это действительно идея, на мой взгляд, неработоспособная. Потом мы выкладываем это, что-то со шрифтами случилось, потом мы делаем депло... Это не так, я видел, но мы как-то так деплоим. Может быть, это хорошая иллюстрация. Мы как-то вот так деплоим. Да, вот здесь еще теста нет. Вот мы без теста его задеплоили в каком-то виде. И на этом все. А дальше мы пытаемся это все пригласить каких-то юзеров, которыми можем быть мы в том числе, которые могут быть реальные пользователи, которые могут быть тестеры, кто угодно. Кто-то потребитель нашей системы. И он начинает ломать эту систему, так или иначе. То есть ее пользовать. Ее пользовать и ломать, и видеть, соответственно, проблемы. Ломать в каком смысле? Он видит ошибки, он видит дефекты. Он эти дефекты... Он эти дефекты репортит в виде... Да, он эти дефекты... Господи. Значит, он их ломает, и у него появляются баги. Он эти баги репортит. И говорит, у вас не работает здесь, у вас не работает так. Это могу быть и я в том числе. Если я сам девелопер, вот я задеплоил, увидел, что форматирование неправильно, я написал баг, форматирование неправильно. И дальше происходит TDD. И дальше в ответ на этот баг я пишу тест, а потом этот тест фиксирую. Сначала тест, потом фикс. То есть вот когда мы делаем и, замыкаю этот цикл вот так. Господи. Sorry. И этот цикл замыкается и начинает так вот вращаться по спирали. То есть сначала я написал то, что никто никогда не тестировал. Здесь мне тесты были не нужны. Потом я задеплоил. И потом в результате того, что этот продукт кто-то начал ломать, появилась необходимость в написании тестов. Вот это та мысль, с которой на конференции было не согласно большое количество людей. Они считают, мне многие говорили, что как же так, как же ты можешь вот так деплоить. Ты же деплоишь без тестов. А моя мысль в том, что пока не нужен этот тест, пока не было бага, пока никто не зарепортил нам дефект, нет смысла писать этот юнит-тест. То есть пока первый раз не упал гимнаст, мы сетку не натягиваем. То есть мы должны натягивать сетку только в ответ на эти падения. Упал там, упал там, упал там. И мы начинаем эту сетку латать. Мы начинаем ее латать, латать, латать. Но не делаем наоборот. Не натягиваем сначала сетку, а потом ждем этих сальто. А сначала они падают, и мы ее латаем, латаем. В итоге она получается именно той формы, которой требует бизнес. То есть если бизнес потребовал, в данном случае бизнес потребует поправить здесь форматирование, мы это исправим. А если, допустим, все согласны, никто баг не зарепортил, и так сойдет. То есть нет смысла тестить больше, чем это нужно. Но я пишу на Java, на Ruby, на PHP, на JavaScript, немножко на Python. А везде я юнит-тесты делаю вот так. Сначала я их не делаю, а потом всегда делаю. Сначала деплоим, потом тесты. Ну да, вот это совершенно правильный вопрос, я сейчас к нему вернусь. Это вот главный концерн, главная проблема, о которой все мне стали говорить. Что как же так вы выкидываете на продакшн, а потом понятие продакшн, оно, ну, это не значит, что вот я девелопер, а вот там мой клиент реальный банковский, который состоит с карточкой перед банкоматом, и я выкидываю сразу свой код в банкомат. Перед тем, как этот код попадет в банкомат, он проходит массу этапов продакшна. Сначала он попадает, действительно, к коллегам-программистам, потом он попадает к тестерам альфа, потом он попадает к каким-то бета-тестерам, потом он попадает к какому-то стейджинг-платформу, и только потом он попадает на продакшн. То есть на всех этих этапах ко мне возвращаются фидбэки с дефектами, на меня возвращаются баги, 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 баги. То есть если бизнес настолько глупый, что соединил меня, девелопера, прямо с банкоматом, с продакшном, то это вина бизнеса. Я должен как девелопер выбрасывать все, не создавая лишних тестов, если бизнесу это не нужно. Если бизнес сказал, такое качество пойдет, вот пусть оно так, ты главное слайд нарисуй. Я нарисовал, зачем мне тратить время дополнительное на слайд, если бизнесу это не нужно. А если бизнес передо мной и банкоматом построил 18 уровней тестирования, и на каждом из них мне вываливаются десятки багов в день, значит бизнес так хочет, тогда у меня будет тысячи тестов написаны в ответ на эти сотни багов. Ну такая логика у меня. И вот смотрите, что я сделал. Я решил посчитать. Да, я написал процедуру логина и тут же себе написал тестик, ну чтобы просто проверить, что это работает, ну что у меня ничего нигде не падает. Можно же так тесты использовать. То есть для того, чтобы хотя бы как-то верифицировать то, что ты сам только что сделал в автоматическом каком-то режиме, не тыкая там мышкой или еще как. Ты же проверяешь все-таки то, что ты делаешь, прежде чем выливать куда-то. Согласен, но в этом случае мы сами являемся своими собственными тестерами. Да, да. Своими собственными тестерами. Поэтому мы, если когда уже возникает необходимость то, что мы написали хоть как-то проверить, значит мы уже в этом цикл попали. Да. Значит мы уже начали, мы уже начали что-то тестировать. Значит мы уже попробовать этот логин хотим. Ну, да. То есть у меня в практике, действительно так бывает, иногда небольшие тесты нужно добавить. Что я сделал, сейчас покажу график. Что я сделал, я взял несколько десятков своих проектов, разных, open source и коммерческих. И написал небольшую тулзу там на Ruby, command line, тулзу, которая проходит по Git истории, по всему Git history этих проектов и смотрит, с какой интенсивностью были коммиты в разные области репозитория. Либо в область, ну если это нажавит, в область SRC slash main или SRC slash test. То есть либо коммитили мы main code, либо мы коммитили тесты. Я сравнил это соотношение, то есть чего было больше. Понятна логика, да? Берем всю history и смотрим, где интенсивнее было. Мы по горизонтали раскладываем время, а по вертикали раскладываем процент вот этого, процент той области репозиторий, в которых находятся тесты. То есть как интенсивно мы коммитили тесты. Понятно, да, что мы сейчас хотим получить. Я прогнал несколько десятков проектов своих и опенсорс и коммерческих и взял с рынка многие проекты. Вот я в Москве показывал много графиков, здесь не буду. Просто поверьте, что они все примерно выглядят так, как я вам сейчас покажу. Вот так. То есть сначала у нас тестов, процент тестов маленький. У моих проектов, в опенсорс проектах мы брали .NET, я брал Java и .NET, две технологии. Потом вдруг происходит такой резкий рост за очень короткий промежуток времени, буквально, ну смотря какой проект, но это там месяц-два, три. То есть за очень короткий промежуток, если вот это, например, у меня время жизни два года у проекта, то это здесь пару месяцев. Происходит резкий всплеск размера тестов и потом стабилизируется, выходит на плату. Вот на этом уровне он держится примерно, здесь цифра бывает в зависимости от проекта, 20%, 30%, у плохих проектов 5%. Вот от 5 до 30 я видел цифру. То есть это подтверждает мою теорию, что все так делают. Это не только идея, это практический подход. Мы на самом деле сначала не можем написать тесты, потому что мы не знаем как. Просто это не нужно, мы пишем много-много кода. Потом, когда это все собирается и мы кидаем на какой-то продакшн, нам начинают, здесь начинают интенсивно ломать, потому что есть что сломать. Там все поломано, там все плохо работает, не только логинформа, там все поломано. И потом мы его фиксируем, 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 стабилизируем и дальше идет примерно одинаковая интенсивность коммита тестов. Каждый раз, когда к нам приходит баг, мы добавляем тест и фиксируем, добавляем тест и фиксируем. Вот такая мысль. Еще пару слайдов, еще два. Да, ну вот эта мысль, я ее так просумел. То есть нет смысла писать тесты, если никому это не нужно, если никто не комплейнит, никто не говорит, что код плохой, что что-то не работает. Что еще важно, что под багом часто всего люди понимают, вот он вставил карточку в банкомат, а она съела карточку. Да, это серьезный баг, это критический баг, но это один из видов багов. Если, допустим, код я написал, а код нечитаемый, и мой коллега по коду, сидящий рядом со мной, не может понять, как устроен мой дизайн моего класса, это тоже баг. Если кто-то не может найти документацию к этому классу, это тоже баг. Если кто-то видит, что мой алгоритм написан там пузырьком, я сортирую, а можно было бы как-то по-другому, это тоже баг. То есть баг это не значит, что все упало, все в продакшене легло, и мы не можем запустить систему. Это не единственная форма бага. Баги, они разные бывают. Они бывают как от minor багов до major, как от important до less important. То есть очень широкий диапазон, и все, что плохо в продукте, в той или иной сфере, либо в документации, либо в дизайне, в архитектуре, в использовании, в функциональности, в выборе платформы, в выборе базы данных. Почему там MySQL, почему не Postgres, например, это тоже баг. Почему не описано это решение, которое вот как-то команда приняла решение, почему оно не описано. То есть багов может быть много. Чем багов больше, тем лучше. Чем багов, вот этот вот pipeline между девелопером и продакшеном, конечно, этим банкоматом. Чем этот pipeline длиннее, тем лучше. Чем больше он может сгенерировать багов, тем лучше, на мой взгляд. Чем оттуда мы можем получить больше фидбэка, пока это все добежит до конечного потребителя. Чем он длиннее и быстрее проходит, тем лучше. Здесь должна быть длинная цепочка разных форм тестирования, которая возвращает разные баги. Но проходить она должна максимально быстро. Вот такая философия. Да, и опять, я только что это сказал. Должно быть множество уровней и источников этих багов перед тем, как пользователь получит какой-то шанс увидеть наш продукт в конце. Вот такая мысль. И у меня есть статья на блоге, где я эти все графики показал. Вот это ее ссылка, можно на нее посмотреть, там все это описано. Но вот это про тест-driven development. Давайте теперь вопросы. Да. Только микрофон, пожалуйста, воздержитесь от выручных смехов, чтобы они были вязать. Хорошо, вопрос, собственно, по статистику. То есть, например, если есть коммит, и в этом коммите есть и код, и тест, это 50% получается? Нет, нет, нет. Мы считаем по количеству строк кода. То есть мы смотрим, какое количество строк изменилось в этой области репозитории. Какое количество строк изменилось в этой. То есть, если пришел коммит, а в нем мы поменяли 10 строчек в мейн-коде и одну строчку в тест, то это 10 к одному. То есть мы смотрим количество изменений, да, количество измененных строк кода. Вот так. Я не про производительность, а скорее про процесс. Никогда вы специально не закладывали баги? Баги. Да, специально. Но, когда у вас продолжительный какой-то контракт, вы работаете, не надо смеяться, вы не знаете, о чем я говорю. Не надо смеяться. Вы не представляете, что такое работать в госструктуре с системным администратором. Когда на вас работает контора, которая специально делает баги, для того, чтобы получать свою зарплату. Я про это спросил. Ну, мысль на самом деле… А смеяться можете потом. Мысль хорошая, да. Вопрос, повторю, кто не понял, вопрос действительно, бывает ли такое, что девелоперы закладывают баги или оставляют баги в коде, чтобы потом получить дополнительные контракты на фиксирование этих багов. Логично. Ну, я такого не делал, но я представляю мотив. Я бы делал, если бы у меня был контракт большой с госструктурой. Наверное, это было бы логично этим заниматься. Потому что почему нет? Но здесь вопрос, наверное, даже не в совести какой-то, а в неправильно настроенном процессе оценки моей работы. То есть, если я пишу этот код как контрактер, и по контракту отдаю этот код, и потом там находят определенное число багов, и это число, ну, например… Тут же, понимаете как, если я… Смотри, какой у меня контракт. Если по этому контракту я должен отдавать результаты, то есть какие-то блоки функциональности, и мне платят за эти блоки, то это одно. Если мне платят за часовые, за почасовку, и я просто получаю деньги за то, что я сижу перед компьютером, то это, наверное, другое. То есть тут речь идет о том, что человек сидит за компьютером, но чтобы у него не потерялся контракт, он делает так, чтобы всегда там были какие-то ошибки. Да, такая логика. Чтоб тянулось его. Ну, я думаю, короче, мой ответ тогда, это логично, я бы тоже так делал. Я бы тоже так делал, я на камеру это скажу, это логично. Если такой контракт заключен, и по контракту мне платят за время перед экраном, то я бы старался это время перед экраном растянуть, это логично, любой бы человек это сделал. Ну и, конечно, бы я оставлял баги, конечно, бы я должен, может быть, создавал их специально. Ну да, так это вина того, кто нанял меня. Он как бы допускает ошибку, нанимая меня в таком формате и оплачивая мне время, а не результат. Ну да, так надо делать. И он виноват, надо его наказывать за это, поэтому да, давайте там эти баги оставлять. Ну да, ну государство. Спасибо за доклад. Интересует момент, вот ты такой полон энтузиазма, начинаешь писать код, тесты не пишешь, и он работает, баги не приходят в ответ, и тебя просят разработать новые фишки. Насколько страшно их разрабатывать, у тебя же нет ни одного теста. Или ты садишься писать тесты в этот момент, теряешь вес, энтузиазм, по звуку тебе надо написать их еще больше. Как вот это? Ну да, я повторю вопрос. Мысль в том, что сначала мы написали какую-то функциональность, потом никто нам ее не тестировал, и как-то ее там приняли, да? Хуже того, ее тестировали, она работает. Да, ее протестировали, пару кнопок нажали, она работает, потому что она работает. То есть глубокого тестирования не было, потому что я сомневаюсь, что возможно написать такой функционал сразу, чтобы там не было багов. Они там есть, просто их не нашли. А потом приходит заказ на давайте расширим эту функциональность, добавим еще туда какие-то фичи, да? И мы открываем этот код, который почти с нулевым количеством был багов, да? А значит все баги в нем внутри остались, их просто не нашли. И теперь я открываю, у меня ноль тестов, у меня там куча багов, как мне дальше двигаться с этим, да? Ну плохо, ситуация плохая. Виноваты те, кто сделали короткий pipeline. Сделали так, что мой код попал в продакшн, его там поюзали, очень слабо поиспользовали, мало дали багов. Ну теперь мы имеем очень сырой продукт, но плохо это, очень. Можно я там еще маленький вопросик? То есть получается в коде не может не быть багов? Не может не быть, конечно. И как ты говоришь, их там много. Бесконечное количество. И по идее, когда ты будешь разрабатывать фишку какую-то новую, твой код уже протестирован, были баги, ты написал кучу тестов уже. Да. Ну правильно так, да. Я не верю. Я уточню мысль. Я на самом деле считаю, что в любом коде находится бесконечное количество багов. Бесконечное. То есть даже с точки зрения математики. Символ бесконечности. Если подходить к багу, если определить баг, как его определяют многие документы, как несоответствие продукта нашим ожиданиям и требованиям. Требованиям и ожиданиям. Ожидание – это совершенно безграничная сущность. То есть любой продукт, посмотри на этот продукт, какой бы он ни был прекрасный, его всегда можно поломать. Но всегда можно найти, например, неточности в коде. Можно найти неточности форматирования кода. Можно найти недостатки в документации. Можно попробовать запустить этот продукт не на Mac, а на Windows. И он там не будет работать. То есть можно сделать массу способов, как сломать продукт. Количество багов бесконечно. Вопрос в том, какое из них видимое. Какое количество этих багов видимо юзеру. Какое из них мы успели найти. Если мы нашли 100, а пользователь нашел 2, потом в продакшене, в банкомате. Это одно качество нашего софта. Если мы нашли 6000, и пользователь нашел 1 баг, то это другое качество нашего софта. Если мы нашли 14, а пользователь нашел 100, это третье качество нашего софта. Но если мы нашли 0, то, соответственно, мы должны предполагать, сколько их там найдет пользователь. Очень много. То есть с этими двумя цифрами и нужно играть. Первая цифра – это сколько мы сумели найти и пофиксить. И вторая цифра – это сколько к нам пришло из конечного юзера. Для того, чтобы эту вторую цифру уменьшить, мы, естественно, ее к нулю не сведем. Это невозможно, потому что общая линейка, общий интервал – бесконечность. Поэтому, естественно, там всегда будет поле для багов, которые найдет пользователь. Но чем шире, чем больше мы закроем это пространство, мы на бесконечное его, конечно, не закроем. Но мы попытаемся приблизиться к большим цифрам. Тем лучше. Поэтому, естественно, если ко мне приходит код, в котором найдено 3 бага, и мне нужно с ним работать дальше, я понимаю, что я имею дело с совершенно полным массом. То есть я имею в виду, имею дело с кодом, который непригоден к использованию. В нем очень много багов сейчас. Кем бы он ни был написан, какой бы это ни был прекрасный программист. Поэтому это ошибка бизнеса, ошибка организации, на мой взгляд. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Такой вопрос. Сейчас как бы все больше и больше программного обеспечения, которое там не просто выполняет какие-то инструкции, но и выполняет анализ данных. Например, работа там с большими базами, рекомендательные системы. И цена бага в таких системах на самом деле очень большая, потому что если вы туда допустите баг, то это выяснится уже, может быть, даже на миллионных пользователей. И передоксирование базы, переобучение модели – это все займет времени. На ваш взгляд, какие тогда, может быть, стоит внести корректировки в ваш изложенный подход? Или что, может быть, стоит продумать, чтобы постараться избежать этого? Ну, я думаю, что… Нет, я думаю, что… Я думаю, что… Ну, это во-первых… Я думаю, что качество софта можно повысить не повышением качества программистов. Я, может быть, скажу какие-то вещи, которые не… Ну, как бы удивят, но я считаю, что не повышением качества программистов, не изменением одного языка программирования на другое, не изменением технологий на другую технологию – это все вещи, которые не повысят качество софта. Они не уменьшат то количество багов, которое найдет клиент. Качество софта, я же говорю, на мой взгляд, это соотношение первой цифры ко второй. Для того, чтобы вторая цифра была меньше, нам нужно первую цифру увеличить. Все. Ну, чтобы изменить соотношение. Нам нужно просто увеличить первую цифру, и тогда качество становится выше. Нам нужно больше багов, чтобы качество росло. Чтобы багов было больше, нам нужно сделать более трудным процесс дохождения нашего софта до клиента. Нужно, чтобы он добирался до клиента, проходя массу барьеров и трудностей, называемых тестированием. Тестирование бывает разное. Можно статический анализ запустить, можно какой-то security checker запустить, какой-то sonar cube настроить, который будет проходить по коду и находить автоматически эти баги. Можно посадить тестеров мануальных, которые будут нажимать кнопки с утра до вечера. Можно посадить код-ревьювера какого-то, который будет ходить по коду с утра до вечера и искать в коде эти баги. Можно построить staging-платформу, которая сделает там еще один банкомат перед реальным банкоматом и на нем тестировать это все. То есть миллион вариантов. Интеграционные тесты можно писать. Ну, способов тестирования мы сейчас не будем даже их обсуждать. Но их должно быть много. Для чего их должно быть много? Не для того, чтобы подтвердить, что код наш рабочий, а для того, чтобы его поломать. Чем больше мы построим систем, ломающих наш код, тем мы повысим цифру, ну, мы тем увеличим сумму багов, которые мы находим. А значит, мы увеличим шансы, вернее, мы увеличим соотношение между тем, что найдет клиент, тем, что находим мы. Вот и вся логика. Какая-то система будет payment, какой-то processing для государства, или это будет big data, или это будет там система для запуска спутников. Не важно. Логика везде одна и та же. Чем больше барьеров для этого, тем качество выше. Вот так я думаю. А в большинстве случаев барьеров этих нет, потому что люди думают наоборот, им кажется, что баги это плохо, потому что чем меньше у нас дефектов, тем у нас лучше качество. Возьмите каждого второго, с кем я общаюсь. Они считают, что чем у них багов в трекинге меньше, тем у них выше качество софта. Чем меньше они покажут багов клиенту, тем больше будет клиент доволен. Но это неправильно. Клиент должен быть доволен и счастлив, что ему показывают, как много у нас багов в системе, как много мы нашли дефектов, как много у нас несоответствий, как много у нас замечаний по дизайну и так далее. Но в основном люди наоборот. Они говорят, да, мы нашли там 2-3 бага, и это прекрасно. У меня был, я этот случай рассказываю уже пятый раз. У меня был знакомый несколько лет назад, я у него спросил, он мне рассказывал, какая у него качественная система. И он говорит, мы разрабатывали софт 2 года, у нас только 1000 багов только зарепорчены. Только. А я у него спрашиваю, так это хорошо или плохо? Он повесил трубку. Ну он понял, что я его троллю. Но я не троллю совершенно. Ну неправильно говорить, у нас только 1000. Это значит, ну надо наоборот говорить, представляешь, мы нашли там 5000 и продолжаем их находить. Как это здорово, насколько у нас мощная система тестирования. Это не значит, что программист плохой, если баг у него есть в системе. Все программисты создают баги. Более того, на мой взгляд, чем профессиональнее программист, тем быстрее он их создает. Ну это об этом отдельно. Да. Об этом отдельно, да. Где там микрофон? Егор, спасибо за ваш доклад. Сегодня очень много интересного рассказали. Например, что джависты любят писать на Руби. Вы знаете, я как представитель Руби комьюнити хотел бы задать очень интересный вопрос. На самом деле очень интересная тема поднята. Я сам как человек, который освоил ТДД около полутора лет назад, я столкнулся с такой проблемой, что в Руби, я сейчас подведу просто к вопросу, в Руби, вообще в Райлз, можно сказать, что комьюнити задало стандарт тестирования, когда у нас есть очень много вариантов и мест, где мы можем тестировать. Но вот вопрос самый, который меня очень беспокоит, в том, что разные люди по-разному тестируют. Например, контроллеры, например, модели, какие-то модульные тесты. Вот вопрос, а какие вообще есть бест практик по поводу тестирования и какая культура должна быть, чтобы именно вывозить именно на хороший уровень? Вот я вижу, что сейчас этой культуры вот как таково не сложилось просто. Вот как вы видите вообще это? Да, я понял, понял. Я просто повторю до двух слов. То есть вопрос о том, как сделать так, чтобы сами тесты поднимались в качестве, да? Это на самом деле тема очень такая широкая и действительно правильное замечание, потому что просто накидать тестов, это может служить плохую службу. Потому что если вот у нас этот весь сложность нашей, как мы рассказали, сложный pipeline впереди, они нам набрасывают баги, а потом программист из этих багов создает эту сетку, которую я сказал, вот эту вот safety net, но делает она некачественно. Делает так, что эта сетка превращается из safety net, превращается, ну она запутывает коды, запутывает, запутывает так все, весь продукт запутывает, что она в итоге дает ложные сигналы. То есть задача тестов, она в том, чтобы давать правильные сигналы. Да, сказать первыми, что что-то случилось. Да, она должна вовремя сигнализировать об ошибке и не сигнализировать, если ошибки нет. Вот типичная проблема с тестами заключается в том, что люди пишут так, что они так и пишут тесты, что они так плотно привязываются к коду, это одна из типичных ошибок, что тест с кодом так сплетается, что потом этот код невозможно исправить, не выбросив тест. То есть получается у меня сам класс живет вместе с тестом и они как единое целое, хотя такого не должно быть. Тесты должны быть независимы от имплементации класса, от имплементации модуля. То есть тест должен тестировать только внешнее поведение модуля, но ни в коем случае не его внутреннюю реализацию. А большинство тестов пишут именно так, что они с помощью мокинга, с помощью супермокинга, с помощью разных других технологий делают так, что тест абсолютно чуть ли не на 100% зависит от того, как реализован модуль. Естественно, если я начинаю этот модуль менять, модифицировать, то тест свалится. И тест начинает вызывать такие так называемые false positive сигналы. То есть он дает сигнал о том, что модуль неисправен, хотя я там поменял логику, но не поменял результат. Модуль по-прежнему сортирует, например. Например, у меня модуль для сортировки списка. Он сортировал раньше пузырьком. И написан тест, который проверяет, что там действительно сортируется пузырьком. Я переписал этот модуль, теперь он сортирует бинарно. А тест говорит, не сортирует он. Что мне делать с этим тестом? Я не могу его исправить, у меня уже не пузырьковая сортировка. А тест сигнализирует false positive красным цветом. Что я делаю? Я выбрасываю тест. То есть кто-то когда-то этот тест писал, инвестировал это деньги. Кто-то получил баг из продакшена, что не сортирует. Баг пришел от пользователей. Мы потратили деньги на то, чтобы найти этот баг. Мы стейджинг-платформу разворачивали. Мы банкомат строили. И в конце концов он нам отрепортил. Не сортирует он там твои транзакции. Пришел сюда этот баг когда-то, год назад. Кто-то сел, потратил деньги. Причем деньги были потрачены на вот это все значительно больше, чем на этот юнит-тест. Кто-то сел, написал юнит-тест к этой пузырьковой сортировке. Все прекрасно. Поправили сортировку. Она начала сортировать. Все это выложили в продакшен. Все хорошо. Прошел год. Я открываю класс. Пишу новую сортировку. Теперь уже не пузырьком, а по-другому. Тест валится. Я его скипаю. В лучшем случае. В худшем я его просто делит делаю. Что получается? Я множу на ноль все эти инвестиции, которые были сделаны. Весь этот путь по тестированию. Теперь нужно все заново делать. Мне нужно снова делать такой же проход до клиента, до банкомата и так далее. Вот в этом и проблема. А должно быть так, что я взял этот модуль, поменялся алгоритм сортировки, а тест по-прежнему рабочий. То есть инвестиции мои не пропали. Ну вот это комментарий к этой проблеме. Как сделать так, чтобы правильно писать тесты? Про тестов есть антипаттернов. Попробуйте погуглить юнит-тест антипаттерн, и вы найдете их три десятка. Их больше, чем… Ну о культуре теста я не могу точно ничего сказать, такого, да, широкого, потому что я не точно не… Ну мы пишем юнит-тесты на Ruby, в том числе на Java. Я не могу точно что-то такое… Ну да, хорошо, скажу про это два слова. Я думаю, что вот это разделение между юнит-тестами, интегрейшн-тестами и фичер-тестами, на мой взгляд, оно искусственное. Я бы его из индустрии вообще убрал. Я считаю, что есть просто автоматизированные тесты, потому что действительно сказать, где у нас интегрейшн-тест, а где юнит-тест, категорически тяжело, очень тяжело, практически невозможно. И поэтому люди делают, на мой взгляд, это искусственное разделение. Вот они говорят, интегрейшн-тест – это когда у меня вот с базой данных работа, а юнит-тест – это когда у меня только с модулем. То есть если у меня просто модуль, и я, значит, коннект к базе данных замокал, ну, dependency убрал, то это… То это, значит, юнит-тест. А если я этот коннект к базе данных оставил, то это значит, что это интегрейшн-тест. А к файловой системе? А, ну, к файловой системе – это же не база данных. А к памяти? Ну, это чисто разделение на бизнес-уровне, да, это чисто условное разделение. Можно сказать, что давайте классы, которые начинаются с буквы А, если мы под них пишем тест, это юнит-тест. А те, которые с буквы Б, это значит интегрейшн. Ну, я думаю, что все тесты одинаково там… Это хорошо видно в Java, в Ruby это менее видно, потому что в Ruby действительно там существует этот кокамбер, существует там отдельное тестирование, там существуют и фичер-тесты, да. Они вот действительно разные, они выглядят по-разному, они написаны по-разному. В Java оно все одинаковое, все тесты одинаково написаны, только они там по суффиксу отличаются и запускаются на разных этапах сборки. Но по сути они одно и то же. Давайте еще. Здравствуйте, спасибо за доклад. Вот вопрос последнего вашего монолога до последнего вопроса. Должно ли быть какое-то соотношение вот между количеством багов, вот вы говорили там, пример приводили, большое количество багов. Если количество багов зашкаливает, может быть имеет смысл сменить… Команду? Ну, например, да. Стоит, есть ли какие-то сигналы, которые говорят о том, что ну как бы все, хватит, потому что это уже… Слишком много у нас получается там багов, да? Да, да, да. То есть баги, баги, их мы дебажим, дебажим, а собственно, где результат? Если должен как-то, должно быть какое-то соотношение между результатом и количеством багов. Спасибо. Ну да, вопрос хороший. То есть как сделать, действительно, померить… Команда пишет, мы пытаемся… Вернее, мы выложили это в продакшен, оттуда сыпется такой интенсивный поток багов, что мы просто… Стоимость этого всего фикса, да, она начинает быть больше, чем… Ну, это чисто финансовый вопрос, мне кажется. То есть надо смотреть на… Надо смотреть… У меня просто не было такого, поэтому я пытаюсь подумать, как бы я поступил в такой ситуации. У меня всегда было наоборот, вот честно скажу. Во всей моей практике наоборот, мне не хватает багов. Я сейчас отступлю и скажу. Я даже много лет подряд пытался нанять людей, которые бы не мануально тестировали. Этих людей нанять несложно. А нанять людей, которые бы открывали бы мой код, смотрели бы в него и писали бы мне, что им там не нравится. Вот вроде бы простая работа. Я постил ее на Odesk в прошлом, на Upwork современный, я постил ее на разные ресурсы. А? Конечно, да, я все это за деньги делал. Причем я много. Я предлагал платить больше. Но единственное, что я платил за баги, а не за время. То есть я говорил, напиши мне, зарепорти мне, скажи, что не так, и я заплачу тебе там 20 долларов. Ну что здесь сложного? Открываешь код, проходит. Причем я говорил, что тебе не нравится, что бы ты хотел изменить, что тебе непонятно. То есть не обязательно оно не работает. Ну все работает, у нас хороший код, он работает, все в продакшене. Система рабочая. Ну вот тебе исходный код, скажи, что бы ты сделал лучше? И у меня совершенно не получается это сделать. Не получалось. Я бросил эту идею уже полгода назад. Люди… Ну черт его, я не знаю. Ну как хороший код? Ну я же говорю, там, ну вряд ли. Вряд ли там хороший код. Ну хотя да, код хороший. Но люди приходят, подписываются на мой контракт, получают доступ в репозитории. Я совершенно реальную историю рассказываю, истории. Получают доступ в репозитории. Я потом спрашиваю, ну, через две недели. Да я там занят там. Или один-второй баг напишет и все. То есть казалось бы, я ему говорю, тебе дам там 20 долларов за баг. Сиди целый день и ищи баг. Не надо ничего писать, не надо ничего программировать. Брось все остальные проекты. Вот я, у меня достаточно денег. Я буду платить тебе 20 долларов за каждый баг. Находи их 10 в день, 200 долларов в день. Все. И не могут. Вот я не понимаю, почему. То есть у меня всегда проблема обратная. У меня недостаточно багов. Я даже за них готов платить в таком формате. Не за баги функциональности. Не надо там никакие тесты проводить сложные. Просто покажи пальцем, где бы ты в коде улучшил что-то. Или где тебе что-то непонятно. Ну да, при этом всегда была проблема. Программисты кодят без проблем. Причем я даже брал программистов, которые пишут и говорил, ребята, я вам же буду платить. Только вы по ходу написания смотрите на соседний код и пишите, что вам там не нравится. Видимо, этот скилл как-то не развит у программистов. Видимо, мы как-то более конструктивны, а не деструктивны. То есть мы мыслим. Это мое предположение. Мы, наверное, чисто психологически хотим создавать, а не разрушать. Поэтому, когда мы смотрим на чужое, может быть, нам не хотелось бы обижать, может быть, нам как-то тяжело покритиковать. Я не знаю, что это. Я пробовал Руби, я пробовал Джаву, я пробовал Андроид-платформу. Несколько человек мне писал… Несколько человек говорил… Ну, я же… Вот мы можем после этой встречи встретиться, дадите друг другу, дашь мне свой гитхаб-аккаунт, я это проведу эксперимент, а потом на твиттере опубликую результат. И посмотрим. И через пару месяцев опубликую и скажу, сколько багов было найдено. Я уверен, там будет меньше 10 цифр. Мне так кажется. Ну, посмотрим. Можем попробовать? Окей, давайте попробуем. У меня 5 Руби-проектов. 5 Руби-проектов. Они все нуждаются в этой работе. У меня 5 Руби-проектов. Ну, я тоже мокаю точно так же. Я тоже пишу фейковые сервера, я тоже пишу фейковых клиентов. Я другого способа не нашел. Я даже есть библиотеки, я даже сам их создавал. Есть библиотеки, которые делают фейковый сервер, есть библиотеки, которые делают фейкового клиента, если нужно. А потом их состыковываешь, и они… Получается какой-то интеграционный как бы или юнит, непонятно какой тест. Потому что ты как бы его интегрируешь с каким-то сервером все-таки. И я точно так же мокаю. Базы данных можно мокать. То есть, если, например, у меня сейчас вот есть проект, ровно я вот сегодня утром доделал кусок, проект соединяется с DynamoDB. Это на Амазоне есть такая база данных, NoSQL. Вот он с ней работает. Ну, и с ней тестировать можно с реальной базы данных. Это будет интеграционный тест. А я поднимаю H2, эту самую базу данных, и на этой H2, хотя она реляционная. Но я вот реляционную базу, у меня библиотека, которая из реляционной базы делает NoSQL, ну, в тестовом варианте, конечно, неполнофункционально. И делает вид, что она DynamoDB. Вот я написал такую библиотеку пару лет назад. Вот я сейчас вот ее использую. Ну, то есть вот так тестирование, оно всегда предполагает… Хочу сказать, развить эту мысль, раз мы за нее зацепились. Я хочу сказать, что тестирование, вот даже не тестирование, а когда пришел ко мне баг из моего вот этого пайплайна, вот процесс написания теста, который повторит эту ошибку, это самый тяжелый этап, самый сложный, на мой взгляд, для программиста. То есть сначала, когда вот что происходит, вот у меня есть какой-то кусок, какой-то код у меня, в нем какой-то билд автоматизированный, в нем какие-то тесты там накиданы. То есть есть какое-то покрытие тестов, так называемое, они тест, код как-то покрыт. Потом приходит баг, и в баге написано, ваши транзакции отсортированы не по дате, а кое-как. Баг понятный, клиент вытащил из банкомата там слип, а у него транзакции не по дате, а бог знает как. Я открываю. Теперь что мне, что это означает? Это означает только одно, моя сетка безопасности имеет дырку. То есть мой код, покрытый тестами, имеет дефект, но дефект не в коде в первую очередь, а дефект в этом покрытии. Значит, код сумел проскочить в продакшн через эту сетку безопасности. И вина этой сетки, а не кода. Не гимнасты мы должны винить, что он падает, когда сальто делает, а сетку, которая с дыркой. То есть первый мой шаг, это мне нужно сейчас понять, где у меня дырка в сетке, и исправить, золотать эту дырку. Как только я ее золотаю, у меня билд станет красного цвета. Ну, соответственно, тест номер 14, который я сейчас добавлю, он начнет красным цветом светиться. И вот это будет мой саксесс. А потом уже я возьму и поправлю баг в системе. Так вот, по моему опыту, вот это время и усилие, которое тратится на первый этап, на первый шаг, то есть на латание дырки безопасности, в сетке безопасности, на повторение этой ошибки из продакшна, на повторение ее в тесте, уходит 80% времени. А на сам фикс 20%. Причем, чем система старше, это мое такое наблюдение, чем система старше, тем размер кода тоже больше. То есть тесты получаются более сложные, еще более крупные, еще тяжелее их создать. А сам фикс, это обычно одна строка или вообще одна буква, или одна цифра. Там было двоечку, поменяли на единичку. Но нельзя просто взять и поменять на единичку и опять в продакшн, потому что мы таким образом не решаем ключевую проблему, мы не латаем сетку, мы опять туда упадем, в эту дырку, опять что-то случится. А типично, обычно люди делают именно так. К ним пришел баг, он открывает код, а, так тут нужно, наверное, единичка, а не двоечка. Кто эту двоечку сюда поставил? Единичка. Бил, деплой, ушло, работает. Сортирует, сортирует. Пошли домой. Но это на самом деле не профессиональный подход. Мы должны каждый раз воспроизвести ошибку в тесте. И это будет занимать большее число времени, чем все остальное. Написание этих mock серверов, написание этих mock клиентов. Вот иногда нам же придется написать целый фреймворк, чтобы повторить. У меня была такая проблема лет шесть назад еще. В Калифорнии был проект, в котором нужно было большое количество данных. Анализ данных проводился. Не анализ, а обработка данных. Приходил огромный массив в XML. Большой-большой массив данных в XML. И нужно было этот XML заимпортировать в базу данных, в Microsoft SQL. И для того, чтобы это все написать, нужно было... И написать это можно было. Там закодить было не так сложно. Но вопрос стоял с тестированием, потому что она работала не так стабильно, как хотелось. И был вариант, что использовать. Взяли DBUnit. Тогда это был Java проект. DBUnit. Может кто-то сталкивался. Есть такой фреймворк для тестирования вот этих операций с базами данных. Он нас не устраивал от DBUnit. Я не помню почему. Он не подходил. И нам пришлось написать свой собственный фреймворк и даже сделать его open-source. Только для того, чтобы протестировать одну систему. Для того, чтобы поймать... Ну, как бы создать инструментарий. Для того, чтобы воспроизвести какую-то ошибку. А потом вы сами можете себе представить, что сам фикс занял там может пару строчек кода, может пару классов добавили. То есть потратили огромное количество времени на именно создание вот этой safety net. А потом уже легко провернуть это сальто, если существует полная сетка. Вот так. У нас время еще. Что там? Давайте. Отключил микрофон? Да. Окей. Раз мы дошли до больших сложных тестов, надо ли для больших сложных тестов писать тесты? Ответ да. Ответ да. Я объясню, почему ответ да. Конечно, в рамках одного проекта ответ нет. Очевидно, это было бы глупо. Но я вернусь к предыдущему примеру. Тот фреймворк, который мы создали, он был, естественно, протестирован. То есть мы создавали фреймворк для тестов. Допустим, возьмите JUnit. Он же покрыт тестами. Возьмите. Ну, если мы, ну, все равно, смотрите, вот такая, еще одна мысль хорошая. в рамках теста, если тесты правильно созданы, то они должны быть сами по себе тоже исключить дублирование кода. Тоже будет нехорошо, если у нас вот такие тест-скрипты написаны, в которых куча-куча текста, которые трудно поддерживать и трудно понимать. Код должен быть поддерживаемый. Естественно, если вы начнете писать большие тесты, вы увидите, что вы дублируете код. Вы захотите какие-то блоки вынести и сделать из них какие-то утилитные классы, утилитные объекты, какие-то вспомогательные элементы. И они уже будут не тестами, они уже будут какими-то mock-серверами, например. Например, вы захотите сделать вот HTTP-сервер, который будет слушать и всегда отвечать окей. Ну, например. И вы этот сервер с ответом окей захотите использовать там в 15 местах в своем коде. Ну, хорошо бы было под этот сервер написать unit test, чтобы проверить. А то будет как в том анекдоте, знаете, что доктор, я куда пальцем не ткнул, у меня везде болит. Так у вас палец сломан. Так и здесь. У вас будет действительно, если у вас этот сервер mock, он не работает, отвечает не окей, а 404 вместо окей, и вы его везде поиспользовали, у вас будет 10 crash, 10 поломанных тестов. И вы будете их все 10 чинить по одному. Так неправильно. Поэтому хорошо бы написать, действительно, покрыть тестом этот вспомогательный модуль и его... Но в таком случае я стараюсь это дело выносить в отдельные проекты. Если возможно. То есть, если мы видим, что это какой-то модуль, который я создал, мы создали для тестирования, почему бы его не выложить в open source? Наверняка он нужен кому-то еще. Если он нигде не существует на рынке, давайте его выложим. Если он уже есть на рынке, давайте посмотрим, не изобретаем ли мы велосипед. Может кто-то уже это использует, мы возьмем чужой. Вот так. Поэтому ответ да. Нужно тестировать модули для тестирования. 100%. Который концовка? Который концовка? Угу. Да, вопрос понятен. Но если кратко, то мы заказчику не показываем этого. Мы не объясняем. Меня часто об этом спрашивают. И я думаю, что заказчики, им не надо объяснять, что такое test-driven development, что такое unit test. Потому что они действительно этого не поймут. И они будут требовать, чтобы их не было. Они будут говорить, зачем вы, значит, столько тестов, если оно и так работает. Ну, это все равно, как объяснить заказчику, зачем мне нужен за 450 долларов IntelliJ, вот эта идея купить. И вот я без него не могу писать. Хотя другой программист пишет над текстом в текстовом редакторе. Трудно будет объяснить заказчику. Поэтому лучше просто с него взять деньги и сказать, вот эта работа стоит столько. Поэтому мы оцениваем в нашем случае, но мы вообще стараемся оценивать по результату и по блокам, по таким микрозадачам. И поэтому в микрозадаче всегда там пофиксить баг номер 13. И пофиксим мы его обязательно с юнит-тестом. И обязательно с код-ревью. И обязательно со вторым код-ревью. И обязательно с деплоем на стейджинг-платформу. Мы заказчику не скажем, ты знаешь, мы за деплоймент возьмем тебя, за код-ревью возьмем и за юнит-тест возьмем. Мы просто с тебя возьмем. Вот так мы говорим. А в причине по количеству договоров на данный момент нет? Нет, у нас нет варианта. Мы по-другому не умеем. То есть я не могу по-другому управлять программистом, если он не пишет тесты. Я не могу с ним… Ну, тогда все разваливается. То есть я могу управлять программистом только если он проходит эти обязательные процедуры. То есть он обязательно пройдет статический анализ, он обязательно пройдет с тестом, будет обязательно его код. Обязательно там будет два код-ревью. И потом это обязательно будет автоматический деплоймент на продакшен. То есть все через автоматические процедуры произойдет. Если этого полного цикла нет, я не знаю тогда, что мне делать с программистом. Он тогда становится неуправляемым. И дело уже тогда не в заказчике, а в том, что мне начнут давать в мой мастер-бранч мусор всякий. И потом уже я попаду в ситуацию, когда я буду просто попаду в неконтролируемую ситуацию. Тогда уже будет вопрос не пару долларов за эти тесты, а в принципе проект будет развален. Поэтому мне заказчику проще сказать, не лезь не в свое дело, это стоит столько. И если, конечно, хочешь кого-то найти дешевле, безусловно, всегда можно найти дешевле. Но у нас вот каждый баг, он будет стоить примерно 100 долларов, допустим. Из них, да, естественно, можно выкусить оттуда тесты за 12 долларов, выкусить оттуда код-ревью за 13, еще за 27 выкусить еще чего-то. Но в итоге мы останемся с тем, что я не смогу собрать как архитектор в кучу. Вот так. Конечно, есть команды, наверное, которые девелопят без тестов, и я такие встречал, и много. Но у них, наверное, другой процесс тогда разработки. Я рассказываю сейчас вот про свой подход. Да. Очень последний вопрос. Собственно, я все равно не понял, почему на первом этапе до деплоя на свой сервер не надо писать тесты. Ведь, допустим, есть типовые задания, есть типовые задачи, которые должен выполнять этот код, и на эти пару типовых задач можно написать тесты, которые точно обеспечат отсутствие этих двух багов, которые потом будут стоить 200 баксов, условно, заказчику. То есть в самом начале написать минимальные тесты. Ну, во-первых, вот этот этап, хорошо, я так сейчас попытаюсь это делать. Вот этот этап, он, вот этот вот первый, он очень короткий обычно. То есть это не месяцы, это не даже недели. Это обычно там 5 дней, 4 дня. То есть это очень интенсивная разработка одного программиста перед своим компьютером. То есть это человек, который, ну вот я, например, когда это делал, я погружен в проблему, я знаю, как ее решить, я делаю так, что у меня на компьютере все целиком запустится. То есть я не вижу багов здесь. Если бы я их видел, я бы их пофиксил, мне не нужны для этого тесты. То есть я вижу, что оно сортирует, и пузырьком, не пузырьком, но оно сортирует. Я нажал, посмотрел, у меня три транзакции, он их поставил отсортированно. Да, может быть, тысячу он не отсортирует, но три он у меня отсортирует. Зачем мне думать на будущее, а что он сделает с тысячей, а не написать ли мне тест для этого. Это уже вопрос следующего цикла. У меня три сортируются, одна сортируется, и отлично. Вот я увидел, как одна сортируется, сортируется, все. Ну зачем мне думать на будущее, а сортирует ли он две, а 14, а 400, а что будет, если будет out of memory. И таких есть ли, зачем мне запускать этот цикл, за который меня никто не заплатил. Может быть, да, может быть, оно вообще, действительно, может быть, заказчик просто этот кусок кода в принципе посмотрит, и она в принципе не нужна, эта сортировка. Он ее выкусит, этот кусок кода. То есть мы не знаем пока запроса заказчика. Мы должны работать за деньги и за результат. Мы работаем на клиента, а не на себя. То есть если клиенту нужен наш кусок кода, мы этот кусок кода оттачиваем, вылизываем и делаем лучше и лучше. Пока этой острой необходимости нет со стороны денег, со стороны бизнеса, не нужно золотом покрывать то, что не должно быть покрыто золотом. Поэтому вот здесь, когда я девелоплю, это 3-4 дня, и все у меня заработает на моей машине. Оно так заработает, как у меня вот на моем компьютере. Потом, конечно, оно скрэшится на сервере. Конечно, на сервере оно будет out of memory давать при большой нагрузке. Конечно, оно будет выходить, там стэк оверфлоу будет. Конечно, там все будет. Все это будет там. Но пока здесь оно живое, я готов деплоить. Вот у меня слайды собрались, я их сюда прислал. Ну, за 3-4 дня. За 3-4 дня у меня обычно там не надо так много прям запускать. Я исправлю. Я не буду тест писать. А чего сразу код не исправить? Нет, а код, я же знаю, где ошибка. Зачем? Тест же для... А нужно 3 часа, в смысле? Нет, у меня 3, я медленно. 3 дня это. Все. Нет. Субтитры сделал DimaTorzok